В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию сообщение пресс-службы президента. Президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Ильхаму Алиеву. Майя Санду поздравила Ильхаму Алиева с победой на президентских выборах и пожелала ему успеха в деятельности во имя развития страны. Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравления. В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами. Состоялся объявлениями о перспективах сотрудничества. Король Бахрейна Хамад Ибн Иса Аль-Халифа направил президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю переизбрания президента Азербайджанской республики. Поздравлениями государственной пограничной службы Азербайджана сегодня в ответ на провокацию, совершенную вчера вооруженными силами Армении, была проведена операция возмездия. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Отмечается, что полностью уничтожен боевой пост вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь, по нашему военнослужащему боевые позиции подавлены. Есть сообщения о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной Азербайджан-армянской границе отныне в ответ последуют более серьезные решительные меры, говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана. Вся ответственность за произошедшее полностью ложится на военно-политическое руководство Армении. Между тем, военнослужащий Госпограничной службы, первый из Халил-Зады, получивший ранения в результате провокации вооруженных сил Армении, был прооперирован. Состояние нашего военнослужащего, который в настоящее время продолжает лечение, удовлетворительное. Вместе со служивцем находился на пограничном боевом посту и наблюдал за постами противника на противоположной стороне. В это время я услышал одиночный выстрел и в тот же миг потерял сознание. Операция прошла успешно, постепенно поправляюсь. Пациент Халил-Зады поступил в вечерние часы. Во время диагностики его состояния было установлено, что пуля попала в левую часть шеи и застряла в шейном позвоночном отделе. Операция была проведена с затылочной части. Во время операции выяснилось, что пуля застряла между позвоночным спинным мозгом и третьим и четвертым спинным позвонками и вертебральной артерией. И после долгой операции, аккуратно, не задевая здоровой ткани, был извлечен металлический предмет. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Он идет на поправку. Мы продолжаем его лечение. Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу 12 февраля в 20.50 и 23.40. Подразделения вооруженные силы Армении с позицией в направлении населенного пункта Чинарлы Товус-Галинского района подвергли обстрелы стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Кухонабе Товусского района. Об этом сообщает Министерство обороны. Военно-политическое руководство Армении, которое надеется на поддержку азербайджанофобских, настроенных международных структур, Госдепо США, конгрессменов, французских политиков или еще кого-то должно понять, что желание запутать политику руководства нашей страны провокациями и ложными вызовами не сойдет им с рук. Тому доказательством и стала операция возмездия, проведенная подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на произошедшую накануне провокацию на условной границе. По мнению аналитиков, эта провокация стала орудием в руках определенных кругов с целью выступить с алиби против официального Баку перед предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Комментарии моей коллеги Кямаля Сискзе. Провокация армянской стороны, произошедшая накануне, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий, на территории которой находится под бинокльным наблюдением миссии Евросоюза, есть не что иное, как демонстрация незаинтересованности официального Еревана, заключение мирного соглашения. Полу Пашиняну и его спонсорам в Европе нужно на потенциальную встречу с Ильхамом Алиевым, которая наверняка там произойдет, выходить с какой-то удобной им самим повесткой. То есть в нынешней ситуации Ильхам Алиев на всех встречах в Европе будет выступать в позиции победителя и миротворца, которому удалось собственными силами, не только без участия Евросоюза, но и вопреки воле Евросоюза, решить ключевую проблему Южного Кавказа. И поэтому для того, чтобы организовывать встречи и Брюсселю, и режим Никола Пашиняна, необходимо создавать какую-то удобную им самим повестку, по которой они могли бы привычно вести такую имитацию переговоров. После проведенных в сентябре прошлого года антитеррористических мероприятий на условной границе между Азербайджаном и Арменией установилось затишье, которое по истечению почти шести месяцев вдруг почему-то не стал устраивать европейских блюстителей закона, призванных якобы добиться подписания мирного договора. И сейчас как раз к Мюнховской конференции они создали такую провокацию, чтобы встретить Ильхам Алиева привычными им словами о том, что напряженность все-таки есть, нужно как-то этим заниматься. Шарль Мишель будет говорить, что Евросоюз готов в этом участвовать, усиливать миссию Евросоюза в Армении. И для этого, естественно. И никто из них не будет вспоминать о том, что провокации устраивает армянская сторона. И еще как она устраивает. Оказывается, что на границе Армении с Азербайджаном сейчас находятся боевики из Яркрапа. То есть они оформлены как общественные организации, по сути дела они являются официальной террористической организацией Армении, которая не подчиняется Минобороны, не подчиняется властям. Вывод напрашивается сам по себе. На границе находятся армянские боевики, которым и преподали урок операции «Возмездие», проведенный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана. В результате этой операции были уничтожены армянские солдаты, члены армянской террористической организации Яркапа. Традиционный, привычный, даже инновационный подход Армении к созданию ложной повестки на мирных переговорах, по сути дела, лишает всякого смысла европейские площадки. Потому что Азербайджан в новых реалиях, которые ни Ереван, ни Брюссель не хотят принимать, не будет заниматься ведением переговоров ради переговоров. Если Армении и Евросоюз нужно какими-то своими делами заниматься, вместо урегулирования, пусть они встречаются друг с другом. А Ильхам Алиев, понятно, что будет ехать только на те переговоры, где на повестке дня будет мирный договор, делимитация границы, возвращение азербайджанцев на свои земли в Армении. В противном случае бинокльная дипломатия и фальшивые призывы европейских депутатов к подписанию мирного договора есть не что иное, как стремление пустить пыль в глаза мировой общественности. Но официальный Баку достаточно наслушался этих сказок. Сегодня Конституционный суд утвердил итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля. Согласно постановлению суда, кандидат в президенты Алиев Ильхам Гейдар-Оглу объявлен избранным президентом Азербайджанской республики. В Конституционном суде под председательством Фархада Абдуллаева рассматривалось конституционное дело в порядке специального конституционного производства, по материалам, поступившим из Центральной избирательной комиссии, по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года. Судья Сона Салманова, выступая с докладом, сообщила, что в соответствии с избирательным кодексом Центральная избирательная комиссия подводит итоги президентских выборов не позднее 10 дней, начиная со дня голосования и представляет результаты в Конституционный суд. Согласно поправке в часть 1 статьи 101 Конституции, внесенной референдумом от 26 сентября 2016 года, президент Азербайджана на основе всеобщего, равного и непосредственного избирательного права избирается сроком на 7 лет путем свободного личного и тайного голосования. Другой докладчик, судья Тямран Шафиев, сообщил, что 92,12% голосов, которые были признаны действительными согласно протоколам комиссии, были отданы за Алиева Ильхама Гейдароглу. А законный представитель заинтересованного субъекта, председатель Центральной избирательной комиссии Мязахир Пенахова отметил, что этот политический процесс, вошедший в историю Азербайджана как победные выборы, впервые был проведен на всей территории нашей страны. И кандидатам были предоставлены равные возможности в соответствии с требованиями законодательства. Эксперт Государственного комитета статистики Севдасу Лейманова сообщила, что протоколы выборов составлены в соответствии с нормами. А доцент Бакинского государственного университета Насип Щукиров отметил, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством. После выступления и рассмотрения материалов дела Конституционный суд принял решение об утверждении и официальном оглашении итогов внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Телеграф» в очередной раз озвучил необоснованные притязания против Азербайджана. Вызывает сожаление попытка Пашиняна игнорировать факт оккупации его страной и азербайджанской территории в течение почти 30 лет, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также целям и задачам Алматинской декларации. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана. Подчеркивается, что армянской стороне вместо подобных высказываний и действий и полных политических манипуляций против Азербайджана следует не на словах, а на деле соблюдать международные обязательства и вносить вклад в мирный процесс. После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в прошлом году, возникла необходимость в регулярных встречах и обсуждениях о повседневной деятельности миротворческого контингента и их различных потребностей. Об этом заявил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхангаджизады, комментируя интервью о миротворцах российского посла в нашей стране. Учитывая, что вооруженные силы Армении в течение последних трех лет осуществляли широкомасштабную деятельность по минированию территории Азербайджана, где размещены миротворцы, а также проблему неразорвавшихся боеприпасов на территории, существует необходимость проведения консультации по совместным усилиям для устранения этих угроз, отметил Айхангаджизады. Следует отметить, что срок пребывания российского миротворческого контингента в Азербайджане завершается в 2025 году. К другим темам. При сопредедательстве Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Бразилии началась деятельность тройки председателей КОП. Об этом говорится в официальном аккаунте КОП-28 в SocietyX. Цель состоит в том, чтобы улучшить сотрудничество и преемственность между нынешним и будущим председательствами КОП на текущих и будущих сессиях, что приведет к активизации климатических действий, поддержку миссии 1,5 градуса Цельсия. Тройка станет платформой для сотрудничества трех представительств в период до КОП-30. Команда АзТВ Хабер, находившаяся в командировке во Франции, разоблачила головные офисы армянских террористических организаций. Вы правильно услышали. Именно головные офисы армянских террористических организаций. В то время, когда весь мир ведет борьбу с террором, официальный Париж продолжает поддерживать террористические сети. Наши коллеги, побывавшие во Франции, ознакомят нас с террористической частью облика этой страны. Территория, на которой мы сейчас находимся, 17-й район. И здание, которое вы видите справа от меня, основное здание, функционирующее как здание армянских террористических группировок. В настоящее время в этом здании сидит Мурат Папазян, который занимается координацией террористических группировок. Уважаемые телезрители, подготовленные нашими сотрудниками репортажи о том, как Франция поддерживает террористические организации, вы можете посмотреть в 20-часовом выпуске АСТВХБ. А мы продолжаем наш выпуск. Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма. Об этом заявлено в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег с финансированием терроризма Монэйвал. В документе оценены и признаны приемлемые работы, проделанные в Азербайджане за последние пять лет по ряду критериев оценки и достижения, а также даны рекомендации по дальнейшей работе в этих областях. Несмотря на нахождение в сложном геополитическом пространстве, стабильность и спокойствие достигнуты в результате успешной государственной политики, а также проводимые в последние годы решительные работы по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма делают Азербайджан привлекательной страной для инвестиций и туризма на международной арене. Создали ему имидж, как сказал глава государства Ильхам Алиев. Островка безопасности. Примечательно, что по показаниям, по которым Мона Ивала за последний год опубликовал оценочный отчет, Азербайджан стал единственным государством, получившим высокую оценку в этой сфере. К другим темам. В Армении прошла очередная акция против правительства. Жители Басаркичарского района недовольны равнодушием властей и произволом чиновников. Они перекрыли автомагистраль Басаркичар, Карван Сара и Риван. Участники акции потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Как заявляют протестующие, если Никол Пашинян не может направить министров на встречу с нами, тогда пусть сам придет и решит нашу проблему. В противном случае они предпримут более жестокие меры. Они устали жаловаться в структуры на свои социальные проблемы. Несмотря на то, что на место были направлены силы полиции, остановить акцию не удалось. Израильская армия продолжает наносить воздушные артиллерийские удары по сектору Газа. Неуклонно растут потери среди мирного населения. Израильская армия заявляет, что под ее прицелом вооруженные радикалы в Хан-Юнисе. В ходе боев за последние сутки в секторе Газа израильские военные уничтожили десятки вооруженных радикалов. Об этом сообщает армейская пресс-служба, отмечая, что в западной части Хан-Юниса было уничтожено более 30 боевиков и расширен оперативный контроль над этим районом. Военные также заявили, что в западной части Хан-Юниса двое террористов попытались продвинуться, используя в качестве живого щита мирных жителей. Они были уничтожены. Также в центральной части Газа убиты около 10 боевиков. По информации телеканала Аль-Джазира, израильская армия нанесла авиаудары по лагерю беженцев на сей раз в центре Газа. В результате погибли 5 человек, несколько ранено. Силы обороны Израиля продолжают также рейды на западном берегу реки Ярдан. По информации катарского телеканала Аймай-1, военные бульдозеры разрушают дороги вблизи лагеря беженцев в Дженине и городскую инфраструктуру. Отмечается, что палестинские силы сопротивления с помощью самодельных взрывных устройств атакуют израильскую военную технику. Израильский город Хирьятшмона на границе с Ливаном подвергся обстрелу. В результате ракетного удара по городу были тяжело ранены два человека – мать и сын подросток. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Хэйсболла. Хавер Алиева, Сабина Алиева, Новости АСТВ. С блестящей победой одержанной победоносной армией Азербайджана были освобождены и наши водные источники, 30 лет находившиеся под оккупацией. Отныне Сарсангское и Сугавушанское водохранилище будут способствовать изобилию на сотнях гектаров пассивных площадей. С этой целью завершается реконструкция Левобережного магистрального водоканала Сугавушанского водохранилища. Вода по этому каналу будет орошать 40 гектаров пассивных площадей. Подробности в следующем видеоматериале. Сейчас возводится последний гидроузел на канале, а именно 64-метровый дюкер. После завершения строительства Тертальский Левобережный канал будет введен в эксплуатацию на полную мощность. Монт канала длиной более 20 километров начался в январе прошлого года. С вводом его в эксплуатацию будет предотвращена потеря воды в грунтовых каналах и канавах. До войны мы не могли брать воду из Левобережного магистрального канала. Брали из канала Ханарх, где потери воды доходили примерно до 30%. По этому каналу армяне не давали в полном объёме воду. Поэтому мы доставляли её в эти районы с перерывами. Но как только Левобережный магистральный канал будет восстановлен, потери снизятся до минимума. И мы сможем подавать необходимую для орошения этих районов воду. Пропускная способность Левобережного канала составит 20 кубометров в секунду. Водой будут обеспечены 40 тысяч гектаров поседных площадей Тердерского, Бальдинского, Явласского, Герамбуйского районов. Фермеры, которые 30 лет страдали от нехватки воды, смогут вовремя поливать свои земли посредством нового канала. Строительство самого канала уже завершено. На нём возведено и полностью сдано в эксплуатацию 28 гидроузлов. Необходимо было провести ремонтно-восстановительные работы на дюкере. Но после осмотра было рекомендовано построить его заново. Мы завершили демонтажные работы и в настоящее время возводим сам дюкер. В ближайшие два месяца Левобережный канал будет сдать в эксплуатацию. Вслед за ним планируется реконструкция правобережного канала. Два канала полностью обеспечат поливной водой 97 тысяч гектаров поседных площадей семи районов. Эльнур Тофик, Эрмин Испандияров, Сабина Алиева, Новости АСТВ. К новостям культуры. Вице-президент фонда Гейдер Алиева Лейла Алиева и директор Баку-медиа-центра Арзу Алиева приняли участие в презентации новой книги Зельфилры Трегуловой. В Бакинском книжном центре состоялась встреча с известным российским искусствоведом, бывшим генеральным директором российской государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. В мероприятии приняли участие вице-президент фонда Гейдера Алиева Лейла Алиева, директор Баку-медиа-центра Арзу Алиева, видные общественные деятели, известные деятели культуры и другие гости. В рамках встречи также состоялась презентация книги Зельфиры Трегуловой «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд». На мероприятии отметили, что Зельфира Исмаиловна посетила Азербайджанский национальный павильон на Венецианской биеннале, где, вдохновившись увиденной экспозицией, в 2016 году провела эту выставку созвездия Абширона в Третьяковской галерее с участием на ее открытии президента фонда Гейдера Алиева Мегрибана Алиевой и вице-президента фонда Лейлы Алиевой. Книга «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд» — это путешествие в Российской государственной Третьяковской галерее в мир выдающихся художников. Это путешествие ознакомит любителей искусства с шедеврами любимых мастеров кисти Зельфиры Трегуловой из коллекции музея. В число шести этих художников попал человек, который очень много для меня значил и значит, великий художник Таир Салахов. Поэтому книга завершается рассказом о его портрете Каракараева и о работе другого выдающегося художника, его же поколения Эрика Булатова, художник и зритель. И я хотела поделиться своим глубоко личным взглядом. Да, я, конечно, искусствовед и профессионал, но мне хотелось донести до максимально широкого круга людей, какие-то простые, ясные, основанные, конечно, на глубоком знании предмета, но доступные вещи, о которых я много думала. В книгу включены новые факты и изложены важные идеи. На мероприятие автор ответил на интересующие гостей вопросы. В ковровом цеху в Ленкаране соткал первый шелковый ковер Хатайи, относящийся к Карабахской школе ковроткачеством. Работа над ним началась больше двух месяцев назад. Сегодня этот ковер своей невероятной красотой радует глаз каждого созерцающего. В чем преимущество шелковых ковров и какие трудности приходится преодолевать при их создании? Об этом в следующем репортаже. Мы впервые ткали шелковый ковер. Его длина 2 метра 27 сантиметров, а ширина 1,5 метра. В связи с тем, что его ткать было сложно, мы трудились над ним два месяца. Хотя обычно за это время мы можем ткать ковер длиной 4 метра. Уверена, что мы уже набили руку и в дальнейшем еще более красивые ковры станут дополнением интерьера В Ленкеранском филиале открытого акционерного общества Азиархалчан на протяжении почти 6 месяцев ткут и шелковые ковры, которые пользуются большим интересом и спросом. Однако создание ковров из шелковых нитей требует много времени и внимания. Соткать шелковый ковер размером в 1 квадратный метр двое ткачих смогут в течение 2-3 месяцев. Шелковые нитки скользкие, поэтому ими трудно создавать узелки. Вязать с шерстяными нитками намного проще и быстрее. Надеюсь, наши энтузиазмы и желания помогут нам в работе с шелковыми коврами и в скором будущем ленкеранские ковры покорят мир. Сырье для шелковых ковров поступает из зарубежных стран. Элементы классического узора, трафареты и техника ткачества не меняются. Учитывая сложность работы с шелковыми нитками, ее доверяют профессиональным мастерам. Ленкеранский филиал открытого акционерного общества Азиархалча, где был соткан первый шелковый ковер, действует с 2018 года. По сегодняшний день здесь соткано в общей сложности 1043 ковра. Новости АС-ТВ По номеру горячей линии Астовы, Хабяр 051-511-1956 и посредством WhatsApp и Telegram вы можете сообщить о событиях, свидетелями которых стали высказать свои предложения и замечания. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Анисимова. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова